Всех приветствую! Сегодня целый ролик будет посвящен сервису Сберджаз. Что это такое? Это сервис для онлайн-видео встреч, конференции на компьютере, на своем мобильном телефоне, на других устройствах. Вот сегодня разберусь, как это работает и покажу вам. Поехали! Официально Сберджаз это сервис для проведения видеоконференции, который поддерживает у нас, что круто, до 200 человек, ребят. При этом бесплатно, без ограничения по времени встречи. Вот даже с моими, можно сказать, подписчиками, зрителями я могу встретиться, кинуть ссылочку, к примеру, в какой-нибудь чатик. Они все зайдут, и мы сможем с друг другом общаться до 200 человек. Просто совершенно бесплатно. И сколько угодно, хоть целый день. Круто, да? Сейчас расскажу, какие есть функции, доступные нам с вами в публичной версии, или как она еще называется, бесплатная версия Сберджаз. Сервис, на самом деле, очень простой. Все понятно и просто прямо с первого подключения. Разберется даже пожилой человек, который особо там не умеет всякие программы ставить. Особо, чтобы создать встречу, подключиться вообще никаких знаний не нужно. А подключиться можно через веб-версию, к примеру, своего компьютера, с ноутбука. Просто нажимаешь на ссылочку, подключаешься к встрече. Никаких регистраций, ничего дополнительного не нужно будет. Либо можно скачать приложение на свой мобильный телефон на базе андроида, либо iOS, и, пожалуйста, через мобильное приложение общаться. Потом все могут общаться, понятное дело, что одновременно, и люди с компьютеров, и люди с мобильных телефонов. Для удобства можно на компьютере не в веб-версию ставить, а прямо приложение скачать для компьютера и пользоваться. Также еще можно подключаться с устройств Сбер. А это такие, как Сберпортал. Если вы не помните, скажу вам, это офигенно потрясающее устройство, которым я сам пользуюсь. Это реально классная вещь. Это планшет с голосовым ассистентом внутри, с камерой, с классной акустикой. Которую ты ставишь, ты можешь голосом на кухне поставить. Фильмы, сериалы смотреть, общаться по видеосвязи, выходить в интернет, конечно, погоду смотреть. Все это прямо на большом дисплее с классной акустикой. Если мы часто проводим видеоконференции, стоит в каком-то помещении, в кабинете. То есть можно в тех же самых мессенджерах проводить видео встречи в обычных. И есть функция слежения за тобой. То есть если ты перемещаешься по комнате, он будет за тобой. Как бы следить тебя в фокусе, держать. Вот. И, соответственно, у Сберджас тоже все дело работает. Удобно. Выступает как прям с секонд-скрином. То есть второй экран у тебя на рабочем месте стоит, чтобы не занимать мощности, либо там веб-камеру компьютера. Следующий гаджет — это Сбербокс Топ. Который тоже можно использовать в видеоконференциях Сбербджас. Классная тема. Тоже был ролик на моем канале. Позволяет тебе проводить видео встречи. Потому что там тоже есть камера, которая закрывается, если чего. Но весь кайф в том, что ты можешь проводить видеоконференцию на большом экране своего телевизора. Он либо наверху висит, либо внизу телевизор стоит. То же самое. За тобой следит. Постоянно держит тебя в фокусе. Плюс до 200 человек можно общаться. И это все на здоровенном экране. Микрофон работает на самом устройстве. И соответственно, как колонки выступает именно телевизор. Большое преимущество непосредственно проведения вот таких конференций в том, что поддерживается голосовое управление видео встречи и еще жестовое. И еще в чем соль. Потому что это одна, да, экосистема. Бесшовное переключение между устройствами. Работает реально как магия. То есть, если ты начал, где-то в машине едешь, начал видео встречу, например, по работе. Едешь, общаешься, приехал, например, на работу или домой, у тебя там стоит, например, устройство, я не знаю, Сберпортал. Подносишь телефон поближе и у тебя видео встречи переносятся на это устройство. Магия. А громаднейшая фишка видеоконференции Сберджаз в том, что поддерживается текстовая расшифровка в чате. То есть, если у кого-то по каким-то причинам получилось отлечься на какое-то время, человек, который потом вернулся, он в чате сможет посмотреть, что вообще про что говорило, чтобы уже в контекст сразу войти. Текст есть, но его еще можно скачать. То есть, в любой момент встречи, все, что ты говорил, к примеру, если ты спикером выступаешь, то человек может просто взять и это одним файлом скачать весь твой текст. Удобно. Есть также шумоподавление, включаем, применяется на микрофон устройство, подавляет все внешние шумы, к примеру, если у тебя открыто окно, на улице шум машин какой-то фоновый, все это дело будет подавляться. Придумали классную фичу, как называется, поднять руку. Много людей общается, к примеру, там, не знаю, 10-20 людей общается постоянно, чтобы не перебивать друг друга и не ждать, и тебя выделяет, что ты хочешь что-то сказать. Чат с реакциями в виде эмодзи, вечные ссылки, одновременная демонстрация экрана и многое другое есть. Вот в целом, именно в публичной, бесплатной версии, которая сейчас может вообще любую из вас пользоваться, царит, можно сказать, такое, знаешь, равноправие. То есть, все, кто подключились, имеют равные права. Тот человек, который создал трансляцию, тоже самое имеет равные права. Но корпоративный Сберджаз устроен совершенно по-другому. А он как раз у нас применяется для малого, среднего, крупного бизнеса. Сейчас объясню. Для многих организаций в бизнесе, и не только в бизнесе, к примеру, в медицине, в образовании, важную роль в вообще введении чата, конференции играет место распределения ролей. Вот именно разделение прав участников и модерирование встречи. Вот, к примеру, в корпоративной версии можно создать закрытую конференцию, в которую подключатся лично твои сотрудники. Плюс внутри ты можешь, к примеру, выключать микрофоны кому-то, если это не нужно. Также запрещать запись встречи. Также закрывать конференцию логин и пароли. Можно контролировать доступ внешних участников и многое другое. Ну, вот на таком грубом примере, к примеру, в образовательных целях, если учитель подключается, и к нему подключаются ученики. Соответственно, он знает, какие ученики подключились, и учитель ведет трансляцию, он на главном экране, все остальные уже не могут его, соответственно, перебить, и учитель полностью ведет и модерирует именно видеоконференцию. Корпоративная версия ориентирована на разные организации, включает в себя несколько видов платных лицензий. С ними можно ознакомиться на сайте. Ссылку, соответственно, я вам оставлю в описании, чтобы вы посмотрели. На сайте можно выбрать оптимальную лицензию, именно непосредственно под вашу команду. И уж какую бы вы ни выбрали публичную версию, либо корпоративную, в любом случае, всегда будет полная защита вашей информации. Все встречи будут в полной безопасности, все круто. От себя могу лично сказать, что Сбирджас реально простой, очень в использовании, безопасный. Сами попробуйте. Я вот со своими зрителями уже попробовал. Все получилось, очень было круто. С вами был Илья. Спасибо, что смотрите. Пока.